Благотворительная свадьба. Учительница из селения Ансалта женила своего ученика. Она обучала и воспитывала его с первого класса. Парень остался без родителей, и женщина взяла на себя все расходы и организацию свадьбы. Подробности в следующем сюжете. В Ансалте праздник женился их сельчанин 27-летний Ахмад Наби. Волей судьбы его мать умерла от онкологии, и отец оставил сына без какой-либо поддержки. Перед смертью мечтой матери была женить своего ребенка, но она не успела. Учительница парня решила взять на себя организацию его свадьбы. Он остался без мамы. Мое сердце сжималось от боли. Мальчик стал мне как родным сыном. Он воспитывался у меня в школе с первого по одиннадцатый класс. После выпуска прошло уже 10 лет. Его одноклассники создали семьи, а он остался один. И не женился и к тому же без родителей. Вот я решила ему помочь сыграть свадьбу. Парень выбрал невесту из своего села. И 20 июня состоялась свадьба во дворе дома учительницы. На торжество собрались друзья, одноклассники и родственники молодых. Она пришла посоветоваться. Мы поддержали очень хорошее мнение, хорошее дело. И хорошее дело всегда надо поддерживать. Мы 100% поддержали и оказали помощь. Чем могли, помогли. Хайнат Гайдарбекова заслужена учить в республике. Она работает в ансалтинской школе вот уже 25 лет. Они отзываются к коллеге добрым словом. Профессиональный подход к делу учтилось и уважительное отношение к другим. Мы все были в шоке. Кто-то говорил, что, а зачем это вам нужно иметь в виду обсуждение между собой. Но в конце концов мы поддержали идею. И восхищенно это является для нас большим примером. Не всем дается такое, даже родному, допустим, тете, дяде, брату двоюродному, взять такую ответственность на себя. Она сказала, что свое дело она начинает ради Всевышнего, да, во благо, чтобы, без смеля. И надеется, что их семья будет так же сохранена, поможет на это Всевышний. Молодые сошлись с характером и живут счастливо, по словам педагога. У парня очень спокойный и уравновешенный характер. Молодожена временно проживает у родственника жениха, но в скором времени у них появится собственный дом. Я ему сказала после свадьбы, чтобы он никогда не думал, что он мне что-то должен взамен. Даже если он, увидев меня на улице, отвернется и уйдет в другую сторону, я не стану его попрекать. Я женила его только ради довольства Всевышнего Аллаха. Горцы всегда славились добрыми поступками. И это благотворительная свадьба учительницы из Ботляхского района. Очередной тому пример.